МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во вторник, 3 декабря, у здания Рижской думы состоялось два параллельных пикета. Один за отставку мэра Регинила Ушакова, на второй собрались его сторонники. Пикет против Ушакова организовал бывший депутат Рижской думы Янис Мартынш-Скуя. Противники Ушакова расположились вокруг статуи Роланда. Около 150 человек выступали за отставку. Градоначальникой держали в руках плакаты соответствующего содержания. Янис Мартынш-Скуя в интервью радиостанции «Болтком» заявил, что именно Ушаков, по его мнению, после трагедии в Золитуде, обязан уйти в отставку. Если ответственные лица настолько безответственно держатся за стул и кошелек Рижской думы, наверное, все-таки пикет нужен. И пикет нужен, я думаю, именно для всех, даже для тех, кто сегодня там орали, потому что никто не знает, когда, в каком месте или какое общественное здание может рухнуть. А бетон, он не выбирает ни национальность, ни политическую принадлежность. Он просто убивает. А позиционный депутат Рижской думы Сэрмит Эйлорта пришедший на пикет, заявил, что Латвия навряд ли нужна сплачонанс народа ценой в 54 жизни. Так депутати прокомментировала в эфире «Радио Болтком» тот факт, что уже сегодня, спустя неделю после обрушения торгового центра, на пикете вновь зазвучала тему оккупации. Именно под руководством Нила Ушакова находится строительное управление, которое является ответственным учреждением, которое контролирует строительство в городе. Именно оно ответственно за то, что на крыше, обрушившись в золю туда Максима, развернули строю площадку. Сегодня самое важное не закрывать глаза, а детально проанализировать и выяснить, кто виноват. Простите, но в какую цену мы получили сплоченность народа в эти дни? Ценой в 54 жизни нам такая цена нужна. Наша задача – предотвратить и больше никогда не допустить такой трагедии. Поддержать Ушакова пришли около 800 человек, заполонивших буквально всю Ратушную площадь. К пикету, организатором которого является глава фирмы по строительству инженерных сетей Сьюис Рига Янис Юкшинскис, присоединились и работники Рига Сатексма, которые с разрешения начальства взяли выходной, чтобы принять участие в пикете. В нем также участвовал и представитель профсоюза ЛАБа Райманс Гайлес. В руках у собравшихся были плакаты «Не мешайте Ушаков работать», «Перестаньте использовать трагедию в политических целях». Люди аскальдировали Ушаков, били в барабаны и свистели. При этом между идеологическими противниками, которых отделяла лишь ограничительная желтая лента и кордон полиции, периодически возникали словесные перепалки. К собравшимся вышел сам мэр Ригини Ушаков, его заместитель Андрис Америкс. Руководство Думы некоторое время пообщалось со своими сторонниками и сказали несколько слов представителям СМИ. Нел Ушаков, также вышедший с радиоболтком на прямую телефонную связь после пикета, выразил благодарность своим сторонникам и заявил, что сегодняшняя политика омерзительна, поскольку после трагедии в Золе Туда прошла всего неделя. Я просто хочу воспользоваться случаем и поблагодарить всех людей, которые пришли сейчас поддержать, потому что в трудное время для города нужно быть вместе, и эта поддержка очень важна. Поблагодарил через СМИ за мнение также людей, которые пришли выступить требованиями отставки. Единственное, что, конечно, было неприятно слышать, когда они скандировали, что оккупанты уезжают. Но ладно, у каждого свое понимание о том, что правильно, что неправильно. Ну, все то, что происходит сейчас, если мы говорим про латвийскую правую политику, это, по сути, нерзительно. Когда на прошлой неделе шли похороны, одновременно уже обсуждали, кто какое кресло может получить в новом правительстве, ну, какое чувство это может вызвать. И когда сейчас используют трагедию, то, что произошло в Золе Туда, для политики, когда, извините меня, тот же самый пикет с требованием моей отставки организовывает бывшая депутатрическая дума, который был осужден на три года условно за дачу взятки работнику Рижской думы. Но у каждого, опять же, свое понимание о том, как можно делать политику, как политику делать нельзя. Стоит отметить, что нескольким противникам Шакова удалось проникнуть на балкон зала заседания Рижской думы. Это привлекло внимание депутатов, которые потребовали объявить перерыв. Полицейские заявили, что протестующие мешают проведению заседания, но после вмешательства журналистов и депутатов оппозиции отступили от своих требований и разрешили пикетчикам остаться на балконе. Работники муниципальной полиции задержали одного из участников пикета за отставку мэра. Мужчина примерно 60 лет держал в руках плакат, на одной стороне которого был лозунг, а на второй изображена запрещенная символика СССР и нацистской Германии. Пикетчик свою вину признал, хотел покинуть площадь на велосипеде, но полицейские сопроводили его в полицейский фургон. Участники пикета пытались не допустить задержания своего соратника, толпясь вокруг фургона, обзывая полицейских прислужниками Ушакова и предателями латышского народа. Акционер холдинга Вильнюс Перекиба, которому принадлежит сеть магазинов «Максима» Игнес Сташкевичус, которому доверено руководить группой по кризисному управлению, на пресс-конференции во вторник, 3 декабря, принес извинения жителям Латвии за действия руководства «Максима» сразу после трагедии в Золитуде и пообещал, что в компании произойдут существенные изменения. Он признал, что «Максима» Латвия не сделала все возможное, чтобы предотвратить обрушение здания, и выразил соболезнение близким погибших работников предприятия, покупателей, спасателей. Он отметил, что «Максима» осознает свою ответственность и впредь будет делать все необходимое, чтобы гарантировать безопасность в своих магазинах и улучшать условия труда. Сташкевичус отметил, что менять название торговой сети после трагедии бессмысленно, потому что люди еще долго будут о ней помнить. Важно поменять девиз. Официальный девиз «Максима» на русском языке звучит как «Обо всем подумано». Каким будет новый девиз – неизвестно. Многие спасатели, работавшие на месте трагедии в Золе, труды до сих пор не могут оправиться от увиденного, признал глава ГПСС Оскар Абулынш. По его словам, многие спасатели после пережитого нуждаются в помощи психолога, так как их мучают кошмары. На месте разборов, завалов со спасателями работали психологи. А сейчас стало ясно, что психологическая поддержка им будет необходима по меньшей мере в течение ближайшего полугода. Из пострадавших во время обрушения спасателей в больницах продолжает лечение четверг. Еще четверо проходят курсы реабилитации в медучреждениях. Остальные восстанавливаются дома. Правительство приняло решение примеровать работников Государственной пожарно-спасательной службы и госполиции, которые участвовали в ликвидации последствий обрушения магазина «Максима». Спасатели-полицейские получат премии в размере до 1008 латов. В целом на эти цели выделено почти 812 тысяч латов. В спасательных и поисковых работах, которые длились почти 4 дня, участвовали 493 сотрудника ГПСС и курсанта пожарного колледжа, а полицейские работали с пострадавшими и близкими погибших, собирали вещественные доказательства, убирали обломки, охраняли территорию и выполняли другие оперативные задачи. Кроме того, правительство окончательно утвердило выплату компенсации семьям погибших и пострадавшим в золе Туцкой трагедии. Близкие погибших получат компенсацию в размере 10 тысяч латов, пострадавшие в размере 5 тысяч латов. Президент Андрес Берзинш во вторник, 3 декабря, начал консультации с политическими партиями о формировании нового правительства. С первыми президент встретился с депутатами Центра согласия, затем единство, а также фракции национального объединения. Консультации продолжатся и в среду, 4 декабря, когда глава государства встретится с представителями партии реформ и Союза зеленых и крестьян. Как рассказала в интервью Мекст-ТВ глава фракции Центра согласия Енис Рубанович, президент согласился с мнением центристов, что будущее правительство должно состоять из отраслевых профессионалов. Наши с президентом мнения совпадают в том, что в Латвии возможно еще в этом году создать новое профессиональное правительство, а не так, как сейчас, когда оно является своего рода гимназией для политиков, куда они приходят знакомиться с отраслью и работой правительства. В свою очередь, лидер единства Солови Таблтиня после встречи с президентом заявила с точностью до наоборот, а именно, что эксперименты с профессионалами нужно прекратить. В состав следующего правительства должны войти политики, так как придется решать проблему, открывшейся после трагедии в Золитуде, работать над уменьшением неравенства и решать вопросы образования. Президент точно указал, что это должно быть политическое правительство, куда не должны войти люди со стороны. Любому министру, не имеющему опыта работы с исполнительной властью, нужно не менее шести месяцев, чтобы понять, что происходит в министерстве. Президент достаточно ясно дал понять, что хотел бы, чтобы начатые работы были продолжены. И не проводилось таких экспериментов. Шесть месяцев что-то пробовать и лишь затем три месяца работать. Стоит добавить, что об итогах консультации с партиями президент Андрес Берзинч расскажет в среду 4 декабря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова